Еще 25 лет назад о таких, как этот ребенок, в стране говорили мало. И казалось, никому нет дела до проблем людей с особенностями развития. Не такие, как все, странные, непонятные, непослушные. Им просто не было места в нашем обществе и в наших школах. Сама идея создать специальное образовательное учреждение для детей с аутизмом принадлежит Кларсомолу Лебединской. И первый проект по этому поводу она подготовила и подала в Министерство просвещения в 1985 году. Мы иногда с Кларсомолом вместе ходили по инстанциям. Ей говорили, незачем удовлетворять научные интересы за государственный счет. Но мне говорили, ради твоего сына создавать новые направления дефектовые как-то нехорошо. Один из первых центров специально для таких, не вписывающихся в общепринятые рамки детей, был открыт Департаментом образования города Москвы в 1994 году. Инициатором его создания и первым директором стал Владимир Касаткин при профессиональной, идеологической и научной поддержке доктора медицинских наук Александра Румянцева и педагога-новатора Евгения Ямбурга. В одном из корпусов интерната на улице Архитектора Власова появился комплекс социально-педагогической реабилитации детей и подростков. Здесь стали помогать ребятам, отвергнутым обычными школами, тем, кого привычно называют трудными, отстающими, необучаемыми, неподдающимися воспитанию. Школа открылась 12 января 1995 года, то есть через полгода после того, как открылся центр. И вы знаете, все сотрудники центра настолько воодушевились идеей директора центра открытия школы, что мы готовы были здесь, наверное, ночевать, спать и работать с утра до ночи. В том же 1994 году власти обращают внимание на еще одну глобальную проблему. Департамент образования оказывает поддержку благотворительному «Обществу помощи аутичным детям Добро» и его основателю Сергею Морозову. Выделяется помещение под специальный центр помощи детям СРАС, и его домом становится детский сад на улице Кошонкин-Лук. По совету моего лучшего друга Роунда Меккалда, мы с ним познакомились в 1989 году, мы создали общественную организацию, и когда общественная организация пишет официальное обращение, министерство или департамент образования Москвы, то волей-неволей что-то надо отвечать. Через три года мэр Юрий Лужков выделяет деньги на реконструкцию этого ветхого здания. Вот на месте этого центра был маленький двухэтажный детский сад. Находился он в совершенно жутком состоянии. В 1994 году было принято решение реконструировать этот маленький детский садик. Тендер на архитектурное решение центра выигрывает мастерская Андрея Чернихова. Строится новое уникальное здание. Оно спроектировано и оформлено таким образом, что буквально оказывает терапевтическое воздействие на детей с аутизмом. Эти стены не шокируют и не пугают. Наоборот, у особенных ребят они вызывают интерес и желание открыться этому миру. Подбирали рисунки детей. Чернихов тоже какие-то рисунки находил, приносил. Но в конечном итоге решили, что вот использование таких базальных фигур, как квадрат, круг, треугольник, он может обладать каким-то положительным влиянием на ребенка. Ну, плюс к этому организовывали пространство по-разному. Там плохо было только то, что... Как он изначально был задуман, конечно, никакие финансы не увидишь. 2001 год. Две автономные школы для детей с рас и детей с трудностями в обучении объединяются под одним крылом. Теперь они равноправные части Центра психолога-медика социального сопровождения детей и подростков. Самого большого центра Москвы. 2011 год. Новая веха в истории Центра. Он становится структурным подразделением Московского государственного психолого-педагогического университета. Это итог многолетнего сотрудничества Центра и ректора МГППУ Виталия Владимировича Рубцова. К моменту присоединения к университету школа уже помогла многим тысячам мальчиков и девочек с проблемами в поведении, трудностями социальной адаптации и тяжелыми психическими заболеваниями. Женек очень любит эту школу и каждый раз, когда он думает о том, что очень скоро придется в школу попрощаться, он расстраивается. Он пришел сюда не умея не читать, естественно не умел писать и я думала, что он никогда не научится, если честно говоря, я думала, что он вообще не способен воспринимать буквы как носитель информации. Однако благодаря Наталье Анатольевне и Борисовне, да и вообще всему коллективу все изменилось, и он сейчас, я бы даже сказала, на уровне очень обычной норматипичной детей. И пишет, и читает самостоятельно уже большие рассказы и толстые книжки. Мы ищем вот именно в каждом ребенке ту струнку, за которую мы можем поднять этого ребенка. У кого-то хорошо идет чтение, у кого-то хорошо идет математика, кто-то очень артистичен. В центре работают лучшие специалисты. Здесь используются самые передовые методики, собрана самая актуальная педагогическая литература. Но альянс с университетом позволяет пойти дальше. Объединить практический опыт, традиции научных исследований и образовательные программы. Теперь студенты МГППУ могут стажироваться, а специалисты проходить курсы повышения квалификации в школе для детей с особенностями развития. В свою очередь, педагоги из центра получают возможность учиться у лучших психологов и принимать активное участие в фундаментальных и прикладных исследованиях. В период сотрудничества с психологическим университетом в центре реализуется масштабный проект ABA Class – группа подготовки к школе на основе прикладного анализа поведения, которая стала прообразом ресурсных классов, появившихся вскоре повсеместно в системе инклюзивного образования России. Уникальный опыт специалистов центра, накопленный за 20 лет работы, становится чрезвычайно востребован во всех регионах страны. Встает вопрос о создании более масштабной организации, которая будет помогать реабилитации и адаптации детей с аутизмом по всей стране. 15 апреля 2016 года – важная дата для всех, кто помогает людям с особенностями развития. В этот день в рамках Московского международного салона образования состоялось торжественное открытие Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра. ФРЦ, как и его предшественник, остается структурным подразделением Московского государственного психолого-педагогического университета. Но действует он гораздо шире. Основная цель нового центра – развитие системы комплексной помощи детям с рас в Российской Федерации. Главная задача ФРЦ сегодня – создание сети региональных ресурсных центров по всей стране. Результаты научных исследований, консультаций, диагностика и образование теперь доступны для детей с рас из каждого региона. Федеральный ресурсный центр успешно выходит на мировую арену, устраивает всероссийские международные конференции, привлекает к сотрудничеству ведущих мировых экспертов в области аутизма. Новый центр уже трижды становился одним из организаторов крупнейшего в Европе семейного фестиваля «Люди как люди». Он проводится каждый год, 2 апреля, во Всемирный день информирования об аутизме. ФРЦ проводят масштабные обучающие и социокультурные мероприятия. Все это стало возможным благодаря объединению вокруг центра партнерских организаций, сплоченных идеей создания системы непрерывной помощи людям с рас в различных сферах – образования, медицины, науки, культуры и спорта. Еще в 2003 году, задолго до союза с университетом, центр начал выпускать журнал «Аутизм и нарушение развития». Теперь это официальное печатное издание ФРЦ. Журнал распространяет передовой опыт в области оказания помощи детям с рас и семьям, которые воспитывают таких детей. Важным информационным и новостным ресурсом для специалистов и родителей по всей России стал интернет-портал ФРЦ, где размещена интерактивная карта организаций, оказывающих помощь детям с рас, видеозаписи прошедших мероприятий, презентации и текстометодических пособий. Именно информированию ФРЦ уделяет особое внимание. В 2018 году портал ФРЦ стал победителем девятого фестиваля социальных интернет-ресурсов «Мир равных возможностей». Вот уже 25 лет неравнодушные люди пытаются создать мир равных возможностей для детей с особенностями развития. И с каждым годом этим мальчикам и девочкам, закрытым, необычным, одиноким, становится все проще и проще делать первые шаги навстречу большому миру. Мой первый класс, в котором учились только дети-аутисты, сейчас дети из этого класса учатся на втором курсе институтов. Из семи человек четверо учатся в институтах, трое – в колледжах. А нам становится легче понимать и принимать таких людей. И хочется надеяться, что совсем скоро мы разгадаем эту тайну под названием «Аутизм».